Всем привет! Продолжаем изучать Spring. Тема-тема у нас будет сегодня Как использовать чужой REST Как использовать чужой REST-сервис Но я буду использовать не чужой, я быстренько покажу вам, как создать простой сервис на Фениксе и мы будем пользоваться в течение данного урока Окей Заодно узнаете, как можно можно, можно легко и быстро создавать и генерировать тест тест-тест тест-рест Поиск будет тест-рест Заодно вы узнаете, как быстро можно, можно, можно сгенерировать сгенерировать проект в других, на других платформах Окей, мы здесь тянем Dependency И ждем Так, все скачалось Все скачалось, теперь идем открываем в Atomi наш проект и делаем небольшие настройки небольшие настройки небольшие настройки пишу ROT, сохраняю Это значит, сделали настройки в базу данных Connect Теперь мне нужно Создать, создать базу данных согласно тем настройкам Для этого я Здесь выполняется такая команда Немного хитрая, да? И, 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 и Сейчас здесь будет небольшая компиляция Так, как видите, база данных была создана Теперь, теперь, теперь Здесь нужно выполнить следующую команду Мы собираемся сгенерировать В Phoenix есть, в общем, генераторы для работы с JSON ресурсами Очень удобный генератор Поэтому Вот тут, видите, я уже Пописал различные Различные генераторы Допустим User User, User Босс В общем, список боссов Босс И там будет всего лишь имя У босса И, допустим 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 Давайте обозначим Power 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 Тоже А, Integer Давайте Integer Integer Тоже То есть, вот сейчас мы сгенерируем Некий шаблон Некий шаблон Но Но То есть, шаблон мы сгенерировали То есть, у нас даже Мм 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 Three Ой, не прочитал Aspect to schema Aspect to schematic Ну, давайте вот так сделаю, респекту, boces. А, всё, вспомнил свою ошибку. Это, это контекст, контекст у этого. Это имя модели, по сути дела можно сказать имя класса. А это имя схемы, то есть имя таблицы, в которой будет отображаться. А это поля. Сейчас всё будет ок. Контекст Spring и контекст Phoenix отличается. Отличается контекст. Вот наша схема. Сейчас мне её нужно выполнить. Вернее, Migration, File Migration. Сейчас мне его нужно выполнить. Mix это Migrate. Сейчас я это выполню и у меня автоматически будет создана база данных. Так, и последний шаг, который я хотел бы сделать, это заполнить, заполнить некоторыми данными. Для этого, для этого, здесь вот. Ммм. 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 Так. Ммм. 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 Такс. Где здесь? Create, 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 create. Create. Create boss. Значит так. У босса у нас всего, 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 всего. Имя. Name. Какое имя? Давайте. 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 Ну и... Я как любитель, любитель ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Мега дак 20. Кто там ещё там был? Кто там ещё был? Бушрут. Бушрут. Допустим, 7. Мегавольт. Мегавольт. Тоже ему ранг 7. И этому 7 добавим. Квакер, что ли? Ладно, обойдёмся четырьмя. И сейчас мне это нужно выполнить, а потом мы посмотрим базе данных, наши данные. И протестируем, протестируем. Так, я ошибочку сделал. Ошибочку. Ах, да. Забыл, значит. Забыл, забыл. Окей, повторю сейчас. Повторю. 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 Что я тут опять забыл? Модуль, 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 undefined. Модуль, модуль, undefined. Странно, я же импортнул. Я же импортнул. Тест-юзер. Тест-юзер. Ой, давайте, давайте тогда вот так вот хитро сделаю. Ой, ой, ой. И это мне не нужно. Окей. Как видите, произошла вставка. Произошла вставка. В принципе, вы уже, вот по этим записям, должно понять, что всё окей произошло, да? Но мы пойдём и проинспектируем. Вот мой workbench, и как вы видите, всё было создано. Окей? Теперь вот с этим сервисом мы будем работать. Чтобы ещё убедиться, что всё окей, давайте посмотрим. Посмотрим. Выполнил простую операцию. Get, 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 get. Паради. Так-с, тут мне нужно ещё раз комментировать одну строчку, чтобы пользоваться моим рестом. Чтобы пользоваться моим рестом. И вот, босс-контроллер. Все стандартные, стандартные. Все стандартные. Окей, давайте идём тестировать. Ну, прежде чем нам тестировать, нам нужно поднять сервер. Нам нужно поднять сервер. Поэтому пишем mix.bac.phx.server. И сейчас у нас поднимется сервер на 400 порту. Вот, как видите, всё поднялось. Всё поднялось. Теперь, теперь, теперь. Идём и тестируем. И-и-и-и-и. Давайте наш. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну что опять я не так сделал. Где у нас роутер? Опи-опи. Я, значит, гений. Я гений. Забыл ещё тут одну строчку. Нужно прописать. ресурсес 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 и какой там у нас босс контроллер босс контроллер ну вроде как все вроде как все вроде как все и вот-вот-вот как видите как видите у нас создается объект дата объект дата и в нем список и в нем значит присутствует список то есть и нам это нужно будет как-то все дело распарсить и вот единичка то есть вот 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 так вот сколько у нас там 13 минут с ошибками 13 минут с ошибками то есть на самом деле можно еще быстрее создавать если вы знаете все четко как делать вот так вот делается окей 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 так что нам нужно причем бы заметим нам не нужно настраивать никаких серверов не особо это этого делать не нужно так окей 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 теперь нам вот наш сервер работает выключать мы его не будем мы будем с ним работать значит нам нужна сейчас они нам сейчас нужно они так вот наша идея значит смотрите мы будем использовать вот этот вот сервер за который работает на параллельным порту на параллельным порту сегодня 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 сразу хочу сделать маленькое предупреждение мы будем рассматривать только синхронную работу синхронную работу с рестом а а синхронные всякие вещи будем позже рассматривать я даже не знаю их пока как делать так что пока пока мы будем рассматривать только синхронные вещи итак 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 что нам что нам нужно нам нужно сперва нам нужно смотрим вот видите здесь как возвращает здесь возвращается объект 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 дата и в нем есть поле так что нам нужно нам нужно скажем так отобразить модель то есть наши ответы чтобы чтобы работать вот с этими вот вещами мы должны научиться этот ответ где сервер реализовывать а чтобы его корректно где сервер реализовывать нам нужно описать описать у себя в коде модель вот этим сейчас мы и займемся так что идем наш папку модель и давайте давайте создадим папку 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 юзер и в ней мы создадим создадим давайте начнем с низа начнем с низа не с оберки не вот не с этой вот оберки а сразу вот 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 это вот один и пола то есть смотрим у нас у нас лонг стринг и интерьер так что поехали создавать создаем босс сразу хочу сказать что мы 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 не работаем здесь базы данных поэтому мы не отображаем вот эту сущность базе данных здесь никаких рейтити написать не будем мы здесь всего лишь описываем описываем тот объект который мы где где сервер реализуем имена имена создавайте как вот здесь вот отдается точно с таким же именем конечно вы можете поправить через аннотации чуть позже я покажу как это делается но чтобы меньше писать кода проще по моему создать как как ответ ну получается да получается вам нужно знать чужой а пи поэтому вам нужно будет читать чужой а пи то есть вот мы создали и я еще пометил сразу аннотации дата что чтобы были гетеры сеттеры а также обязательно был метод то стринг то стринг потом потом да мы когда будем выводить консоль чтобы корректно все это дело выводилось окей теперь смотрите если у вас будет несоответствие или по каким-то причинам в своем коде вот в своем коде вы захотите использовать другие имена вы можете использовать json property здесь просто прописать скобочка давай давайте протестим и здесь напишем например super power хотя нет 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 давайте лучше имя 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 и здесь мы будем использовать никнейм а там у нас нейм приходит еще смотрите когда вы будете дезерализовывать иногда может прийти объект с дополнительными полями но чтобы скажем так жестко не привязываться чтобы ваш а пи все таки продолжал работать например а вот а пи с которым вы взаимодействовали да вот тут удаленная пи там разработчики взяли и добавили еще какой-нибудь поле то есть вот помимо вот этих трех они допустим добавили еще одно чтобы ваш а пи моментально не ломался вы можете вот использовать такое json ignore property и здесь вот здесь вот здесь игнора 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 поставить на true то есть когда вот вам придет какой-то объект дезерализованный да он стерилизованный и вы пытаетесь его дезерализовать все неизвестные поля вы просто будете отбрасывать иногда это бывает очень полезно особенно если вы знаете что там любят любят менять или не не желаете например неожиданный такой подставы по дефолту вот мы уже посмотрели да эмм эм это файл по дефолту это файл то есть что мы сделали мы описали вот этот внутренний объект вот эти вот скобочки вот эти скобочки мы описали вот эти вот скобочки описали теперь нам нужно описать дату нам нужно описать дату то есть нам нужно описать вот этот внешний объект так что идем и описываем внешний объект в котором в котором присутствует поле дата поле дата типа босс типа босс мы вот этот внешний объект вот в этих скобочках да это наш босс так что идем и давайте сделаем по простому и просто вот так поступил answer и там у нас будет привейд и там у нас присутствует поле привейд привейд дата то есть вот наша дата вот наша дата вот эту дату это наш босс но мы создадим с названием именно дата сколько нам нужно грамотно диссерализовать вы переименовать можете точно таким же образом как здесь я это сделал окей и мы снова используем аннотацию из ламбука напоминаю ламбука это очень классный библиотека которая вам позволяет сократить количество кода количество кода то есть вы избавлены от создания различных конструкторов от гетеросеттеров то есть совсем такой типичный шаблонный код окей вот мы значит подготовили по сути дела ответ ой модель для нашего ответа теперь я предлагаю вам создать сервис который мы будем использовать для того чтобы изъять а для этого сервиса мы подготовим специальный объект называется он арест template раз темплей то есть введем наш клон фиг конфида и пишем снова бин вот вот такой бин мы будем возвращать то есть ритурни у пресс темплей раз темплей это мы хоть и не работали с этим но это аналог gdbc темплей то есть некий удобный механизм для который скрывает от нас множество шаблонного кода то есть нам не нужно будет создавать некий http клиент создавать потом некий 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 некое тело запроса отдельным образом потом все это дело сгенерировать тут здесь это сделано чуть более в удобной такой форме то есть еще раз повторюсь это некий аналог джэйдиди бисе ой жэйдиди бисе темплей вот некий аналог вот это вещи но джэдиди бисе джэдиди бисе клиент темплей также позволяет работать с базой данных но мы с базы данных работа с помощью очень классной штуки под названием репозитории альтернатива этому есть еще тоже весьма удобный механизм темплейта но по моему с репозиториям они рядом не стоят то есть то есть то есть то есть так вот мы возвращаем наш бин а давайте для разнообразия вот мы скоб здесь изменим допустим давайте ой про то есть вот прототайп да прототайп взял будем каждому возвращать свой свой личный экземпляр хоть мы это сделаем в одном месте просто просто чтобы знать что такая возможность помнить что существуют разные области области действия и так а теперь я хотел бы вам показать что такое раз темплей как я уже говорил это синхронный клиент для выполнения http request синхронный клиент то есть кому интересно почитайте внимательно видите и он в основе лежит библиотека другая некоторые другие у нас другие компоненты методов здесь множество но по большому счету они как вы видите они просто перегружены то есть разные возможности как как вы взаимодействуете с вашим внешним рестом разные возможности ладно 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 вот видите здесь есть к посту к пулту то есть видите сколько возможности то есть методы концептуально можно их разделить на стандартные методы то есть get post put то есть все вот эти вещи просто они перегружены окей давайте теперь смотреть давайте для начала создадим сервис сервис давайте создадим сервис который у нас собственно непосредственно будет использовать вот этот наш темплейт давайте создадим сервис допустим босс сервис вот так глупо так что нам здесь нужно в этом сервисе для начала нам нужно пометить что это собственный сервис во вторых нам нужно внедрить внедрить наш бин принципе рест template можно было создать и через ним но 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 раз уж мы работаем спринге давайте через бины все это делать окей чтобы вот это дело внедрить давайте снова использовать конструктор стандартный конструктор самый популярный метод внедрения внедрение зависимости инъекция у нас происходит с помощью анонтации autowired autowired хоть для конструктора и не нужно но сделаем очевидно очевидно что здесь у нас будет не некоторое внедрение теперь у данного сервиса у нас будет пока один минут один метод давайте мы мы будем значит доставать доставать работать только пока с конкретными значениями значит мы будем паблик этот метод у нас будет возвращать не босс как вы могли подумать а ансвен в котором есть поле босс с названием даты и в нем вот эти имена поэтому возвращать он будет ансвен ансвен так что пишем гетан сар и гетан сарган санса мы здесь напоминаем берем по идее поэтому нам нужно нам нужно какой-то параметр и так нам нужен параметр так так что но передавать моего будем в виде строки в виде строки поскольку наш параметр формируется именно ой наш наше тело формируется как строка на адрес адрес наш формируется как строка и давайте что более явно давайте делаем гэпа оди и пишем стринг пос айди пос айди и и и теперь нам нужно возвращать ответ возвращать ответ пишем это пользуемся нашим раз темплейтом и здесь у нас очень множество методов поскольку мы мы сейчас сделаем простой вариант и поэтому воспользуемся методом методом get for object не get for entity entity это помните это как мы использовали rest entity когда строили home home контроллер rest давайте я вам покажу сразу вот response entity то есть там вот какие то данные помимо нашего нашего тела мы сейчас пытаемся просто забрать object без всяких там дополнительных данных просто object и теперь нам нужно писать адрес поскольку я мой сервер запущен на локальной машине я так пишу get localhost у меня запущено на 4000 4000 вот 4000 вот 4000 api и здесь и здесь 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 я использую api ооо id какой же api id теперь я должен указать класс который возвращается возвращается у нас answer 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 класс и я так же должен передать срочное значение boss все все готово все готово теперь давайте это где-нибудь протестируем давайте протестируем это в нашем home контроллере давайте внедрим туда сервис boss private boss и так же давайте внедрим снова через конструктор и отобразим наших нашего босса который мы изъяли да на на странице на странице на странице так что давайте пишем модуль attribute boss у нас правда здесь пока захаркожина будет ну вот давайте захаркожина сейчас поймете о чем я я я же тут вот таким образом это все сделал напоминаю напоминаю у нас возвращается ответ в обверке в обверке другого ответа поэтому мне нужно мне нужно взять дату дату а дата у нас это напоминаю дата это у нас не что иное как сам босс и теперь давайте идем в наш темплейт наш шаблон и фиксим фиксим это дело давайте вот здесь давайте вот тут вот я вверху и мне тут надо еще исправить это вот так вот сделаем глупо такс там у нас значит босс босс у босса есть никнейм никнейм мы используем в коде никнейм приходит нам name и power и power то есть вот наш никнейм вот power ну вроде как все можно запускать давайте запустим и протестируем код конечно не самый эффективный но здесь главная идея чтоб главная идея и все работало и так как видите все отлично работает я просто запустил сервер вот мой внешний api работает здесь даже есть как видите что пришел такой-то запрос и этот запрос прочитал из базы данных и отправилось все это у нас на сервер да у нас все захардкорено все неправильно но сама-то идея все отлично работает а это самое главное теперь давайте давайте посмотрим еще раз что мы сделали во первых мы создали внешний api с помощью феникса и мы хотим им воспользоваться из 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 спринга то есть мы хотим научат научиться читать использовать использовать чужой api это весьма будет популярной задачей поскольку rest архитектура один и одна из ее особенность это но это использование множество слоев а как эти слои могут использоваться вот таким вот методом то то есть что мы сделали во первых мы так мы создали бин в принципе вот этот темплей да можно было создать и просто вот так вот через нее через нее прямо в сервисе но я решил вот так вот потом вот мы создали сервис в котором мы пользуемся этим 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 темплейтом этот темплейт напоминаю он просто скрывает от нас некоторые 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 вещи низкоуровневые это как мы пользуемся gdbc темплейт то есть мы не пишем скажем так низкоуровневый код мы используем абстракцию чуть больше более высокого уровня вот наш объект темплейт и мы делаем запрос запрос get как видите get мы сегодня рассмотрим только get в других видео рассмотрим и другие другие методы наша цель здесь просто взаимодействие что взаимодействие возможно и вот мы здесь пишем адрес потом пишем тот класс который мы ожидаем поскольку нам придет вот такой вот json его нужно как-то здесь реализовать то есть нам нужно его превратить в наши объекты наши джавовские объекты вот этот метод он у нас делает нам нам нужно лишь указать в какой объект здесь реализовать вот мы описали какой это объект то есть у нас объект ансвер 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 это вот эти вот самые внешние скобочки и у ансвера есть поле дата вот мы его так называем дата а поле дата это у нас другой объект вот эти внутренние скобочки и они расшифровываются у нас вот таким вот способом здесь я еще продемонстрировал следующие особенности во-первых заметили что мы успешно все прочитали то есть в нашем коде мы используем никнейм но приходит нам name то есть мы можем изменить это во-первых во-вторых если бы там присутствовал еще какое-нибудь поле мы бы это поле просто игнорировали бы просто игнорировали бы то есть если вот здесь было бы например поле поле команда поле команда и тут какое-нибудь значение то есть это мы поле просто бы проигнорировали у нас бы успешно произошла здесь реализация окей и последнее что нам нужно нам нужно вот видите мы здесь используем path path параметр и нам нужно его передать как строчное значение как строчное значение окей 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 теперь идем в наш home controller мы пользуемся данным сервисом данным сервисом и просто мы внедряем наш шаблон да захардкодили но это не важно видите у нас все работает все на ура окей пожалуй на сегодня все сорок минут долго долго но зато теперь мы умеем пользоваться чужим API по крайней мере у нас появилось некоторое общее представление see you next time и следую что такое это это что это это что это